Ну что ж, давайте выберем победителя на 2 миллиона 660 тысяч, именно столько лайков вы набрали, получается 1 лайк это 10 тысяч, я вам говорил, а вы набрали 266 лайков за 24 часа, то есть это получается 2 миллиона 660 тысяч, и сейчас посмотрим кому эти деньги достанутся. Вы написали 183 комментария, все выбираем короче победителя, выбираем случайный комментарий и все что у нас есть это музыка, получается выиграл, он написал комментарий, когда у нас, 7 числа да, ну да тогда у нас был видос, поздравляю тебя в принципе пацанчик, как бы ты выиграл, чтобы забрать приз тебе просто нужно отписать мне вконтакте и доказать то что это ты. Как вы поняли я сегодня расскажу про ту ситуацию, как меня деактивировали в 2017 году и вообще какое у меня было имущество на тот момент, я думаю вам будет интересно этот видосик, потому что я думаю многие вообще не знают то что я был в деактивации и не один раз как бы, но моей причины в этом нету, как бы моей вины в этом нету, я вам сегодня все подробно расскажу, поэтому смотрите видео от начала до конца, ну не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Конечно же алты моего канала как бы знают вообще про этот случай, как меня деактивировали и что в принципе вообще произошло, но думаю для новых зрителей все таки я расскажу, получается это был 2017 год, я себе спокойно играл, радовался жизни так сказать и в один момент меня просто деактивировали, я вам расскажу сейчас подробно как это вообще было, получается у меня был такой товарищ, возможно кто-то его помнит Тимоха Домино, он как бы ютубером раньше был, но потом его канал в принципе украли, ну как бы не важно, думаю кто-то его должен помнить по любому. И получается он тогда общался с руководством и он выложил в свою группу пост, что продаст 1 миллион за 150 рублей, как бы руководство этот пост увидели, забанили его, точнее деактивировали и он через неделю создал новый аккаунт и попросил меня помощи дать ему 1 миллион на машину. Я как бы согласился, зашел в игру, дал ему миллион, он пошел в автосулон, при мне купил машину как бы, Мерседес 124 волчок и в принципе все, я потом вышел и пошел гулять. Прихожу и получается вечером, захожу в игру и у меня получается надпись, что мой аккаунт деактивирован по причине махинации, хотя моей вины в этом как бы не было. Просто не подумали то, что я дал ему миллион, чтобы он его продал, но как бы там даже если по логам посмотреть, можно увидеть то, что он на эти деньги купил машину, он эти деньги никому не отдавал и не передавал. Но как бы руководству похуй я так понял, то что я как бы не виноват и они просто мне деактивировали аккаунт. Я конечно же пытался как бы достучаться до них, чтобы мне активировали аккаунт, я писал жалобы, снимал видосы, но все как бы было бесполезно, я неделю как бы старался, пытался, но как бы ничего не получилось. В итоге я просто решил создать новый аккаунт и начать новую жизнь, в принципе я так и сделал как бы и сейчас как бы у меня есть имущество на 1 миллиард. Возможно это хорошо то, что меня деактивировали, потому что как бы я сейчас намного сильнее как бы развился на этом проекте, у меня сейчас очень хорошее имущество, хороший бизнес, хорошие машины, как бы есть особняк, как бы все хорошо. Возможно реально это и к лучшему, но конечно же обидно то, что ты играешь себе, развиваешься, тратишь свое время и тебя просто деактивируют, просто так, реально без какой-либо причины. И ты теряешь просто в один момент все, все что ты делал, все что ты старался. Давайте я вам теперь расскажу про имущество вообще, какое у меня было на этом аккаунте, которое деактивировали. У меня там было 3 машины, а именно BMW M5 и X60 с номерами 3S38, BMW i8 с номерами 3V34 и был Rolls-Royce Phantom с номерами 3N39. То есть у меня было 3 машины на фулблатах. Да, конечно же, тогда фулблаты не так сильно ценились, как сейчас, как бы в 2012 году ты мог спокойно задонатить и поставить себе фулблат номера. Это было как бы нормально. Сейчас, конечно же, вы этого сделать не сможете, потому что все фулблат номера заняты и стоят они от 50 миллионов. Хорошие фулблат номера стоят от 50 миллионов и выше, там 200 миллионов, 300 миллионов и так далее. Раньше, как бы в 2012 году, ты спокойно берешь, донатишь бабки 500 рублей и ставишь себе почти там любые фулблат номера. Ну, как бы я вон ставил себе номера 3V34, они были свободные. 3N39, они тоже были свободные. Как бы я много номеров переставил фулблатом в свое время, в 2017-2016 году. Как бы у меня были все машины постоянно фулблат, абсолютно все. Также у меня был бизнес, получается, спортзал в Южном, которого госка была 10 миллионов. Я, честно, не помню, сколько я его покупал. Примерно я его, наверное, покупал за лямов 20-30. Ну, где-то так, потому что, как бы, цены на бизнесы раньше были не очень большие. Там, где-то 100 миллионов, это максимум, наверное, было. И финка в этом бизнесе была очень хорошая на то время. Я вам ее сейчас покажу на экране. Как бы финка была лям 200, 700 тысяч, 400 тысяч, 300 тысяч. Как бы на тот момент это было хорошо. Реально, это было классно. Это сейчас, так, финка, типа, 500 тысяч, это, типа, такой себе среднячок. А раньше такая финка считалась очень хорошей, как бы, и, ну, такие бизнесы ценились. Это сейчас, конечно, есть спортзал на серваке, но мне кажется, там прибыль совсем не такая, даже когда было в 2017 году. Мне вот реально интересно, сейчас вообще кто-то в спортзал этот ходит или нет. Потому что, честно, я вообще не помню, когда последний раз я там был. Ну, блин, наверное, год назад, если не больше, серьезно. Мне кажется, туда вообще никто не ходит. А раньше туда постоянно все ходили, там была очень хорошая прибыль. Также у меня, получается, был дом в Бусаево. Очень такой прикольный, как бы, пиздатенький такой коттеджик, знаете. И да, это, конечно, была не рублевка, но дома мне там больше нравились, чем на рублевке. Поэтому я себе там купил домик. И также я был девяткой в Мафии, получается. И у меня еще было 10 миллионов. Ну, вот и, в принципе, все, что у меня было на аккаунте. Но, согласитесь, на 2017 год это было очень даже неплохо, как бы. Иметь бизнес хороший, 3 машины на фублате, там 10 лямов, дом. Это было, как бы, очень хорошо, реально. Это да, у меня сейчас 12 машин, как бы, на хороших номерах. А раньше, как бы, можно было иметь всего лишь 3 машины. И это уже было хорошо, на самом деле. И раньше Rolls-Royce, как бы, считалось это пиздец просто. Типа, Rolls-Royce стоил 25 лямов. Как бы, это была самая дорогая машина вообще в Тасалоне, получается. И у меня она была, понимаете. Раньше ты подержаешь, там, на 8 бит, на Анашан, на Rolls-Royce. И просто все сбегались. Все люди были в ахуе, типа, то, что у тебя Rolls-Royce. Это считалось очень круто. Сейчас вы заедете на Rolls-Royce, ну, всем будет похуй, реально, типа. Сейчас Rolls-Royce, это вообще ни о чем. Эта машина, как бы, не ценится. Раньше Rolls-Royce, это реально был статус того, что у тебя есть бабки.